В 2023-м в Пензе планируют приступить к реконструкции путепровода вблизи Бакунинского моста. Цель – расширить проезжую часть под сооружением до двух полос в каждую сторону. Это значит, что с началом работ движение по участку вновь будет запрещено, а автомобилистам придется искать пути объезда. Согласно проекту, который уже готов и направлен на экспертизу, реконструкция будет двухэтапной. Первый, и он же самый финансово затратный, работы на самом мосту. Для их выполнения придется периодически останавливать движение поездов. Второй – проезжая часть. Проемы в сооружении, которые пензенцы называют «бутылочное горлышко», станут больше и в ширину, и в высоту. Это очень серьезные сооружения и требуют серьезной безопасности, поэтому движение там будет остановлено. Я думаю, что года полтора-два это точно будет строительство вестись. Поэтому, вот когда мы реконструировали мост Бакунинский, помните, ваши коллеги задавали тоже вопрос, «О, надо было сразу!» Сразу бы мы просто парализовали город. Еще более масштабные работы в следующем году запланированы в южной части областного центра. По словам Александра Гришаева, помимо того, что там досрочно намерены завершить реконструкцию автодороги 40 лет октября, в Терновке приступят к строительству новой кольцевой развязки и созданию в спутнике объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о троллейбусной линии и вспомогательных предприятиях обслуживания. На это направят порядка 700 миллионов рублей бюджетного кредита. Тоже это капиталъемкое такое мероприятие. Ну вот, я говорю, порядка 4,5, наверное, 5 километров это будет троллейбусная линия, и где у нас с вами там лагерь труда и отдыха, как он, романтик, что ли, по-моему. Вот там будет, значит, стоянка или парковка. А еще в 2023-м в Пензе запланировано досрочное завершение капремонта улицы Рябова и строительство новой проезжей части в городе Спутники с выходом на Шамышейскую трассу. Параллельно будут вестись работы и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Более подробно об этом, а также о том, что сделано в текущем году, Александр Гришаев расскажет в программе «Кабинет министров». Она выйдет в эфир нашего канала в ближайшую пятницу в 19 часов 15 минут.